День борьбы с пневмонией В преддверии сезонного подъема на Алтае урви и гриппа, частое осложнение которых именно пневмония, поговорим о профилактике и лечении опасной болезни с барнаульским пульмонологом, заместителем главного врача краевой клинической больницы Еленой Риудской. Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько жителей нашего края ежегодно болеют пневмонией? По данным нашей краевой статистики, пневмония заболевает 500-600 человек на 1000 населения в год. Это в Алтайском крае. Это наши данные. В сравнении с другими городами эта цифра на каком уровне? Вы знаете, эта цифра, по всей видимости, сопоставима с другими регионами нашей большой страны. Хотя надо сказать, что все-таки мы живем в суровых климатических условиях и фактор переохлаждения не следует сбрасываться с счетов как фактор, который провоцирует возникновение данного заболевания. По России есть какие-то цифры? По России вообще ежегодно пневмония заболевает, видимо, до миллиона человек в год. Это российские данные. От чего и когда чаще всего возникает это опасное заболевание? Вы знаете, чтобы сказать, от чего возникает пневмония, я, наверное, скажу, что напомню нашим зрителям о том, что пневмония – это острое инфекционно-воспалительное заболевание нижних дыхательных путей с вовлечением в патологический процесс, к сожалению, всех структур легочной ткани. Так вот, такое инфекционное заболевание нижних дыхательных путей вызывает несколько теологических факторов. Это и вирусы, и бактерии, и грибы, и, к сожалению, возможно, их ассоциация. То есть мы говорим, что пневмония может быть, например, вирусно-бактериальной. То есть это получается незапущенная простуда? Или это тоже имеет место быть? Запущенная простуда, ну, наверное, в некоторой степени можно сказать и так. Почему? Потому что заболевают острыми респираторными вирусными инфекциями, да, ну, большое количество населения и Алтайского края, и всех других регионов нашей страны, и гриппом. Да, если вирус, скажем так, протекает абортивно, то мы все знаем, что человек болеет 3-5 дней, собственно говоря, выздоравливает. Но если вирусная инфекция длится более 5 суток, да, то, как правило, появляются еще другие новые симптомы. Вот в такой ситуации, видимо, следует думать, что это уже осложнение в виде инфекции нижних дыхательных путей, то есть присоединилась пневмония. Как осложнение? Да, какие основные симптомы пневмонии? Как человеку понять? Вы знаете, вообще, конечно, пневмония – это многоликое довольно заболевание, несмотря, кажется, в общем-то, на такое вот распространенное представление об этой болезни. Почему я говорю «многоликое»? Вот очевидные признаки пневмонии – это повышение температуры до высоких цифр, до 38-39, это появление одышки, это появление боли в грудной клетке, но это тоже распространенный симптом – кашель, да, кашель может быть и с продукцией мокроты, и бестоковой, и сухой кашель, но это основные симптомы этого заболевания. Кто чаще всего болеет – взрослые или дети? На улице перегулял. Вы знаете, вообще, наверное, надо сказать так, что болеют и взрослые, и дети, но чаще всего все-таки пневмония поражает людей с ослабленной иммунной системой. И поэтому к этой категории можно отнести, к сожалению, беременных женщин, да, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, естественно, болезни органов дыхания, такие как ХОБЛ или хроническо-абструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и так далее. Но, к сожалению, еще и пациенты с ослабленной иммунной системой, пациенты ВИЧ-инфекции. Ну, ты, если я не ошибаюсь, очень много случаев, когда после пневмонии человек умирает. Знаете, к сожалению, да, несмотря на то, что существует много эффективных методов лечения, лекарств высокоэффективных, да, в отношении возбудителей пневмонии, к сожалению, и летальность, и смертность от пневмонии очень велика остается до сих пор, и это один из таких очень серьезных вопросов, на решение которого, собственно говоря, вот направлены усилия и ученых, и врачей. Как можно защитить себя от этой болезни? Есть ли меры профилактики? Вы знаете, чтобы говорить о профилактике, вот в первую очередь, конечно, хочу сказать о вакцинации. Вакцинация в отношении и вирусных инфекций, и в отношении пневмокока. Я не сказала, что самым распространенным возбудителем вне больничной пневмонии, то есть пневмонии, возникшей вне стационара, да, является пневмокок. Так вот, существуют вакцины против пневмокока, и те пациенты, да, которые относятся к, ну, к группам риска, у которых чаще всего возникает пневмония, то есть это старшая возрастная группа, старше 65 лет, пациенты, вот, как я уже сказала, страдающие заболеваниями сопутствующими, да, хроническими заболеваниями, они, безусловно, должны быть привиты против пневмокока. И более того, да, когда мы говорим о том, что вирусная инфекция, тяжелая вирусная инфекция может привести к пневмонии, да, либо даже вот прямое вирусное поражение легочной ткани может быть, об этом я вот тоже, к сожалению, выше не сказала, но говорю теперь. Так вот, вакцинация является совершенно действенным профилактическим мероприятием для того, чтобы защитить себя от пневмонии. Ну, вторым, безусловно, наверное, моментом является все равно здоровый образ жизни, потому что такие тяжелые факторы, как курение, да, алкоголизм, это все те, весь тот фон, на котором очень легко возникает пневмония. То есть здоровый образ жизни и не курить, это тоже как бы профилактические мероприятия. Быть может, тогда стоит вот эту самую вакцину сделать столь же распространенные, как сейчас, вакцинации от гриппа? Вы знаете, вообще, конечно, в медицинских кругах, нет, конечно, в медицинских кругах-то, безусловно, мы об этом говорим, и много, и в рекомендациях, собственно говоря, всем пациентам, переболевшим пневмонией, да, рекомендуем вакцинацию. Она вообще применяется всего лишь раз в пять лет, не ежегодно, в отличие от вакцин, от гриппа. Как можно это сделать? Также прийти в поликлинику к своему врачу? Конечно, безусловно, в вопросах вакцинации решает, конечно, участковый терапевт. Как правильно лечить пневмонию? Понятно, что наверняка не в домашних условиях. Вы знаете, вот возвращаясь к тому, что пневмония многолика, да, хочу сказать, что, конечно, есть тяжелые формы пневмонии. Вот тяжелая внебольничная пневмония, это, безусловно, однозначно стационарное лечение. Более того, бывает, что лечение не просто в условиях общего стационара терапевтического условия, реанимационного отделения и так далее. Есть пневмония, которая не тяжелая, да, которая, в принципе, возможно лечить в амбулаторных условиях. Но для того, чтобы принять решение, лечить можно ли пневмонию в амбулаторных условиях, безусловно, сначала нужно правильно поставить диагноз, определиться вот именно с тяжестью пневмонии как таковой. В общем-то, однозначно, наверное, надо сказать, лечить пневмонию должен, безусловно, специалист. Чаще всего в стационарных условиях. После длительного лечения организму необходимо восстановление. Посоветуйте, как это все происходит, что делать? Вы знаете, вообще, вот, конечно, восстановление, правильное восстановление организма от пневмонии зависит от того, насколько правильно начато и быстро начато лечение от пневмонии. То есть, знаете, существуют же разные вот такие формулировки, например, там, золотой час, то есть, как быстро назначено правильное лечение в отношении вот антимикробной терапии, да. Это все определяет успех в лечении пневмонии. Если диагноз поставлен верно, если назначено вовремя лечение, то, конечно, организм восстанавливается от пневмонии. Но не следует забывать, что скоротечность, как бы, да, там, данного заболевания в некоторых случаях может, конечно, привести к тому, что этот процесс становится затяжным, или пневмония сама по себе может привести к осложнениям. Так вот, чтобы правильно восстановиться, во-первых, как я уже сказала, правильное лечение, и не на ходу, не на бегу, и не три, не пять дней, конечно, пневмония требует более длительных сроков лечения. Но в дальнейшем, в дальнейшем, все тот же, опять же, здоровый образ жизни, да, что все это, в общем-то, можно сказать одним словом, здоровый образ жизни. Будем здоровы. Будем здоровы. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо вам. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Елена Риудская, пульмонолог, заместитель главного врача Краевой клинической больницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин